Интернет-урок и дистанционное обучение – далеко не новый термин среди учеников. Цифровое обучение стало доступнее и в школе номер 10. Теперь на уроках вместо привычной доски цифровая интерактивная, а вместо тетрадей – планшет. Всего в школе теперь 30 нетбуков, 2 интерактивные панели, 7 административных ноутбуков и 53 планшета для каждого учителя. Все это позволяет сделать занятия не только интереснее, но и познавательнее. Мы тут видим, как идет направление тока, мы можем посмотреть это с разных сторон. Это делает урок более увлекательным и интересным, ученики лучше воспринимают информацию. Это заинтересовывает их, и они реально начинают все учить. Им это, естественно, нравится. Каждый может подойти на своем примере, посмотреть, как это все происходит. Обычная доска сейчас почти не применяется, цифровая ее полностью заменила, она намного лучше. С ней работать приятнее и удобнее. Новые цифровые возможности доступны абсолютно для всех предметов. Электронные тесты – теперь обычное дело на уроке русского языка. Вот те планшеты, которые получили учителя. В наше такое сложное время, когда все учителя ходят по кабинетам, свой личный компьютер только в своем кабинете, мы берем планшет, мы приходим на урок, и нам не нужно заходить в отдельную страницу. У нас есть свой журнал. Мы заходим, мы видим детей, мы отмечаем отсутствующих, мы выставляем домашние задания. Все это своевременно, все это быстро, наоборот, упростило нашу работу. Независимо от возраста, все педагоги быстро освоили всю технику и идут в ногу со временем. А цифровое пространство защищено, поэтому лишние ссылки и сайты остаются под запретом, говорит заместитель директора по информационным технологиям Виталий Борден. Подразумевает, с одной стороны, материальное обеспечение школы с соответствующим оборудованием, и, соответственно, развитие цифрового контента, но это уже не в пределах школы. То есть занимаются ведущие компании, ведущие вузы, а мы лишь используем и наслаждаемся вот этим профессиональным контентом. Соответственно, разработаны и цифровые модели, цифровые библиотеки, цифровые электронные образовательные ресурсы, в том числе и тестовые для проведения контрольных. Ну и в то же время, например, те же лабораторные работы по биологии, по химии, по физике, по астрономии. То, что мы изучать, изучаем, но ребенок в реальности не может своим глазом этого увидеть. Всю технику закупили в рамках федеральной программы «Цифровая образовательная среда». Ее задача – создать современные условия обучения, отличающиеся высоким качеством и доступностью. Дарья Кулакова, Денис Петров, Первый, Мытищинский.